Глава 7. Здравствуйте, я ваше подсознание. Часть 1. Мысли и блоки. Как мы уже выяснили, человеческая мысль способна создавать в теле блоки, со временем приводящие к разного рода заболеваниям, но с ее же помощью мы можем от них и избавиться. Вся суть в том, чтобы определить, на что конкретно направлены ваши мысли. Сделать это можно, исходя из того, какая часть или область тела человека поражена заболеванием. Дело в том, что определенные негативные мысли, если их часто думать, способны привести к какой-то конкретной болезни, в то время как другие могут вызвать иное заболевание, находящееся в гармонии конкретно с ними. В этом случае бесполезно обращаться к докторам в надежде на исцеление, так как болезнь не уйдет до тех пор, пока прежние негативные мысли будут доминировать над остальными. Избавляться нужно именно от мыслей и негативных убеждений, которые могут присутствовать как в открытом виде, так и на подсознательном уровне. Я не говорю о том, что вы должны сидеть сложа руки и ждать, пока вас не парализуют. Медицинская помощь определенно нужна, а в некоторых случаях просто необходима. Я лишь призываю вас внимательно поискать в себе те мысли или убеждения, которые могли привести в ваше тело к конкретной болезни. Например, если у человека на подсознательном уровне присутствует убеждение, типа «я некрасиво», «я не нравлюсь себе», то зачастую он даже не понимает, какой силой оно обладает. В будущем, возможно недалеком, такие утверждения могут вызвать вполне ощутимый эффект, результатом которого и станет болезнь. Это могут быть пятна на коже, раздражение или сыпь. Одним словом, теперь у человека появится конкретная причина для того, чтобы испытывать к себе еще большее отвращение. Любое лечение в таком случае может дать лишь незначительный временный результат, но болезнь не отступит до тех самых пор, пока человек не избавится от своих дурных мыслей. Однако его будут бесконечно таскать на всякого рода процедуры и выписывать солидный набор дорогостоящих препаратов. Вспомнился анекдот. Больной, приготовьтесь к самому худшему. Доктор, мне что, пора умирать? Узнайте цену на лекарства, сами решите, что лучше. Иногда даже беглого взгляда на человека бывает достаточно для того, чтобы сделать выводы о его состоянии здоровья. Кроме того, можно рассказать многое о его характере, привычках, можно определить даже его образ жизни. Лично для меня это не представляет особых затруднений. Я считаю, что любой врач не то, что мог бы над этим задуматься, а просто обязан это знать и применять в своей практике. Причем ежедневно. Верно и обратное утверждение. Зная характер человека, его привычки и убеждения, можно сделать выводы о текущем состоянии его здоровья. Кроме того, можно смело предсказать болезни, которые могут развиться у него с течением времени. Конечно, это произойдет только в том случае, если он не изменит свои текущие деструктивные мысли и убеждения. Помните, что каждый человек способен влиять своими мыслями на состояние своего здоровья и жизнь в целом. Задумайтесь вот над чем. Почему одни люди почти никогда не болеют, в то время, когда другие всю свою жизнь вынуждены лечиться от своих недугов, хотя лечение не приносит никаких более-менее стабильных результатов? Каждый орган, каждая клеточка вашего тела получает от мозга сигнал о том, какие чувства и эмоции вас переполняют, а также какие мысли доминируют в данный момент. Как я уже писал ранее, у каждой клетки вашего тела есть встроенная память, которая подсказывает ей, где и в каком состоянии она должна находиться. Но что если вместо этого вы каждый день посылаете ей вполне конкретный сигнал? Я болен, мне плохо, ничего не помогает. Мне особенно нравится такая мысль. Это очень страшная болезнь. Наверное, я скоро умру. Великолепно. Не правда ли? Представьте себя на минуту врачом. Задайте себе вопрос. Каковы могут быть шансы на исцеление у человека, в голове которого присутствуют подобные мысли? Никаких. Даже в том случае, если вы нашли у него всего лишь простуду или обычный грипп. Сейчас я открою вам тайну. Приготовьтесь к этому великому моменту. Во всех медицинских энциклопедиях мира вы не найдете того, о чем я собираюсь вам сейчас поведать. В мире существует огромное количество болезней и недугов, но я хочу открыть вам самые страшные из них, способные иногда даже мгновенно привести к летальному исходу. Деструктивные мысли. Именно такой диагноз я писал бы в личных карточках практически всех пациентов на планете, утративших веру в исцеление и волю к жизни. Нет ничего страшнее этого, ибо если у человека присутствуют негативные убеждения, то помочь ему будет не в силах ни один, даже самый опытный специалист. Ваши негативные убеждения всегда активны на подсознательном уровне. Совершенно неважно, думаете ли вы сейчас эту мысль или нет, в этот самый момент она находится в памяти подсознания и создает для вас те ситуации и события, которые находятся с ней в полной вибрационной гармонии. Например, если у вас присутствует уже упомянутая мысль «Я некрасива», «Я не нравлюсь себе», то она будет создавать соответствующие ей ситуации. Раз за разом жизнь начнет давать вам понять, насколько вы некрасивы, и это будет продолжаться до тех пор, пока вы не откажетесь от своего негативного убеждения. Но, к сожалению, в тот момент, когда негатив уже присутствует в вашей жизни, сделать это будет достаточно трудно. Поэтому лучше всего не доводить свою жизнь или свое тело до того состояния, когда результат ваших деструктивных мыслей уже начнет проявляться. У подавляющего числа населения присутствует другая негативная мысль. «Я не достоин, у меня ничего не выходит, я не смогу этого сделать». Это довольно распространенное убеждение, и вы можете видеть таких, в кавычках, «везунчиков» буквально на каждом шагу. Их жизнь просто рушится на глазах, и каждый из них может с полной уверенностью стать соавтором книги. Плинтус – это еще не предел. Как и во всех других случаях, они сами притягивают тот опыт, который им предстоит пережить впоследствии, своими же собственными мыслями и убеждениями, присутствующими у них на подсознательном уровне. Любопытно, что мы можем не замечать или же не осознавать своих убеждений до тех самых пор, пока в нашей жизни не произойдут какие-либо негативные события, или же пока у нас не обнаружат ту или иную болезнь. В этот момент важно оперативно определить убеждение, которое могло вызвать появление нежелательных вещей и немедленно избавиться от него. Сделать это можно, заменив негативное убеждение на противоположное, позитивное, которое и станет в будущем формировать вашу жизнь и события, которые будут в ней происходить. Подсознание не судит вас за те мысли, которые вы ему предлагаете. Оно всего лишь выполняет свою работу. Поэтому просто замените ваши деструктивные мысли на те, которые являются их полной противоположностью. Например, мысль, у меня ничего не выходит, я не смогу этого сделать. Следует заменить мыслью, которая будет утверждать обратное. Я все смогу, у меня все получится. Эта мысль вполне подойдет. Напомню, что подсознание не судит вас за мысли, которые вы думаете. Оно просто использует то, что вы ему даете. Так дайте ему те мысли, которые вам приятны, которые будут созидать вашу жизнь, но не разрушать. Дайте ему те мысли, которые приведут ваше тело к здоровью и прекрасному самочувствию, а не к болезни и слабости. Ваше подсознание может стать для вас или самым лучшим другом, или самым лютым врагом. Но, к счастью, только вам решать, в каких отношениях с ним вы будете находиться. Какую пищу вы даете вашему подсознанию? Ответить на этот вопрос вы сможете, проанализировав то, на что вы обращаете свое внимание. Вы просматриваете статистику смертности от заболевания, которые у вас нашли? Или же вы ищете случай чудесного исцеления? Знайте, что если все ваши слова и мысли направлены исключительно на болезнь, то вы готовитесь к неминуемой смерти. Каждое событие, каждый разговор, который касается болезни, неминуемо вас к ней приближает. Этого ли вы хотите на самом деле? Есть ли у вас причина, которая может побудить вас сделать все ради того, чтобы остаться жить? Может быть, у вас есть дети или внуки? Книга, которую вы начали читать или писать, да так и не закончили? Да хоть любимая кошка! Ищите в себе поводы для того, чтобы начать цепляться за эту жизнь, и она начнет предоставлять вам для этого все новые и новые возможности. Но если же вы будете искать причины для того, чтобы поскорее уйти из этого мира, те же возможности будут предоставлены вам в равной степени. Вы получите все, о чем думаете. Итак, чего вы хотите? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!